Я в прошлые годы там вел занятия в разных местах, а потом сконцентрировался на одном университете АГТУ, Алтайский государственный технический университет. Раньше там было 21 тысяча студентов из 18 стран приезжали. Очень известный университет. Большинство людей были уже приготовлены, но ходили некоторые не члены нашей общины. Я задал вопрос. Скажите, вы можете выразить в письменном виде и мне дать для опубликования в двух книгах, как вы вначале жить, себя помните? Когда вы стали чувствовать, что человек это не животное, что у него есть вечность, что есть Бог, который всем руководит, который создал эту красоту и все. И как вы вышли на нас, стали на занятия ходить, как стали членами общины. И что ожидает в будущем нас, когда готовилось объединение к этому, хотя объединения-то не было, признание акта о каноническом общине. И написали всего 84 человека. Все по-разному. Ни одному человеку я не подсказывал, что писать. Видно, специалисты, он сразу видит, что это разный стиль, разная грамота. Один пишет полстраницы, а другой на 10 страниц завел. И все у него интересно. А другой чисто так. Одна у нас была бывшая парторг, тоже была Полина. Она. Я пришла, потому что там должно быть что-то за гробом, вечная жизнь. Точка, все, восхитительный знак отрезал. Так вот, я тебе задаю вопрос, Оля. Ольга. Как вы решаете? Сергеевна. Ольга Сергеевна. Расскажи о себе. Эти же самые вопросы. Вообразишь, что сидишь за ученической партой, или там, как у нас теперь их называют, столом. И услышал этот вопрос. Что бы ты могла принести, написать о самой себе? Как ты узнала про нас? Как ты была здесь? Сколько было? С чем уезжаешь? С чем приехала? С чем ты научилась? Какая разница и прочее? Давай. Значит, меня зовут Ольга. Мне 32 года. Я приехала с сыном Львом из Свердловской области. Вашу деревню. Про Бога я узнала от бабушки в раннем возрасте, года 5-7, наверное. У нее была Библия старая, она мне давала читать. Я знала, что где-то есть Бог, что нужно креститься и молиться, и как бы очень многого я дальше и не понимала. В моей семье, что мы знаем, что нам помогает Божья помощь, а что как нужно правильно себя вести, мы все-таки, наверное, не знаем конкретно. Начала я где-то задуматься о Боге, о вечности в возрасте, наверное, 27-28 лет. Когда я начала чувствовать, что в моей жизни очень много материальных ценностей, которые я могу заработать, купить, но мне не стало вот эти материальные ценности приносить радости. То есть, да, я захотела эту вещь, я ее купила. Посмотри большую штуку, выбросила в тазик, вот, догоняй его, он ползет, да, бер ее, не бойся. Слезла вообще, помни дальше. Вот, и я понимаю, что мне что-то не хватает внутри себя, какой-то духовности. В 30 лет я полностью меняю свою жизнь, я развожусь с мужем, выезжаю жить в другой город, меняю профессию и хочу углубляться, изучать, как правильнее, больше знать о Боге. Но вокруг меня такое окружение, которое, ну, как бы, ну, что-то знаем, что-то слышали, и наставленных духовных нет. Приходя в храм, там идет во время службы хаос, неправильно там поставила свечку, не так ты взглянула, не так ты поклонилась. То есть, все время были какие-то взгляды, и я стала бояться приходить в церковь. Мне было некомфортно, не то, что бояться, мне было там некомфортно. Было некомфортно. Ну, тут случилось чудо. Мой ребенок, первоклассник, пошел в доп. образовательное учреждение, в Сириус у нас называется, к Галиндухину Владимиру Юрьевичу, который был не первый раз у вас уже здесь. И Владимир Юрьевич, именно Владимир Юрьевич рассказал нам про Потеряевку, про вас, Игнатий Тихонович. Он очень восхищался вами и советовал, чтобы дети в первую очередь поехали туда. Я понимаю, что дети маленькие, и мне было немного страшновато отпускать сюда, в деревню. Но были какие-то сомнения, потому что очень много идет информации, что секты, не секты, было какое-то недоверие. Но что-то меня подталкивало. Я молилась и говорила, Господи, если мне нужно туда приехать, то меня отпустят в отпуск, и что никаких преград не будет. Преград у нас на самом деле вообще никаких не было. Меня без проблем отпустили в отпуск, хотя у нас нету в начале правил, что нас могут отпустить на 35 дней в отпуск, как вот у меня и получилось. То есть максимум 2 недели. У нас тут же появились билеты в купе, причем без проблем. В течение 3 дней мы их приобрели туда и обратно. И все равно у меня были сомнения ехать сюда к вам. Были сомнения, получится, выдержу и так далее и тому подобное. И просила Господи, говорю, если я не должна сюда ехать, не обращая внимания, что куплены билеты, значит мне сюда не надо ехать. Ну нет, я доехала до вас. Я доехала. Я очень рада, что попала к вам, попала в это место, познакомилась с людьми. Я понимаю, что я еще мало знаю чего. Я надеюсь на ваши книги, на ваш канал, про который я не знала совершенно, только здесь узнала, что у вас есть канал, что я буду двигаться в этом направлении, в направлении веры, что я поняла, что нужно надеяться на Бога, ни в коем случае на себя, на соседей, на родителей, что с нами всегда Господь, и только Он помогает и решает наши судьбы, нашу жизнь. Что добавить, что я здесь, главный мой девиз, когда мне спрашивали, ну зачем ты едешь, потеряя вкус, зачем тебе это все нужно, главный мой девиз был, как я говорила, закрепить наше трудолюбие, научиться послушанию и смирению. Я думаю, что у меня небольшой шажок получился, небольшой, к смирению и послушанию. Не хочется на это надеяться все-таки. Вот. Было здесь, как там, я не могу сказать, что было здесь сложно, я не могу сказать, что здесь было трудно. Да, задевали за какие-то больные места, было такое, вы как прям чувствовали, где нужно задеть, вот как. Вот здесь у меня вот этот заноза сидит. Но у меня к этому месту никаких вообще ни обид, ни претензий нет. Здесь очень красиво, здесь все натурально, здесь все по-настоящему. Настоящие люди, которые хотят добра. Добра. Природа. Я восхищалась природой. Каждый день я выходила сюда, я просто восхищалась природой и дышала. И поэтому вы говорите, что я медлительная. Вы просто не представляете, как я наслаждалась. Куда бы мы с вами ходили, я ходила и просто наслаждалась. Потому что дома я наоборот все время бегаю, бегаю, бегаю. Я не успеваю остановиться, отдышаться и опять. И поэтому здесь я, конечно же, вам показалось, я не длительной. Потому что я наслаждалась, наслаждалась, что я здесь нахожусь. Вот. Все. Ну, если что-то есть, у вас еще какие-то... Ну, по-вашему, которые сказали, говорите, я развелась. Перед тем, как развелась, нужно сказать, что вышла замуж. Когда и как? Кратко, если можно. Да. В каком возрасте, почему и как причина развода. С мужем мы были знакомы с 17 лет. Как мы... Женились мы... Мне было 24 года, а у меня младше. Ему было 23. В официальном графе мы пробыли практически 7 лет. Ну, я... Развелись мы 3 года, уже как мы развелись. Я не буду говорить, что мы не сошлись с характерами. Просто я, именно побыв в Потеряевке, я решила, что мы были неверующими людьми. И поэтому мы не смогли, ни он, ни я, найти какие-то компромиссы. Если бы мы верили, были верующими, тогда было бы, конечно, все по-другому, наверное. Наверное. Значит, вы за собой вину признаете? Я, да. Я был у знакомой моей близкой сестры в Германии, Валентины Дмитриевны Сортисом. Ну, она на кухне щебарничает там с посудой. А я ее все допрашиваю. Она, говорит, я все время считала, что я умнее мужа. Я все время его получала, подсказывала. Я говорю, что, что, одна? Он ушел в другой и все на этом. Оставил мне две дочери на память. Вот она открыто это говорит, потому что она глубоко верующая. Она здесь приезжала, крещение принимала. Вот такое дело. Значит, у нее другая семья. Один он не стал жить. Ну, естественно, никто не... Естественно, теперь, что вы к нему уже не возвратитесь. Ну, у меня даже в планах этого не было. Ну, ладно, это другое дело там. Мы шли и закрыли. Мы решили. Так, ну, говорите, я сменила работу. А это ничего не говорит. Какая была работа? На какую сменила? По образованию у меня... Я закончила фармацевтическую академию. Я работала в крупнейшем фармкомпании. Я работала менеджером по продажам, где у меня были свои, конечно же, успехи. И, наверное, от этих успехов... Эти успехи тоже повлияли на мою семейную жизнь. Когда жена начинает быть более успешной, наверное, мужем, здесь тоже очень идут... И когда ты понимаешь, да, я успешнее, и не можешь как бы подчиниться своему мужу, потому что тут у тебя уже начинается гордыня какая-то выходить, самодостаточность свою проявлять. Хотя это так все очень глупо. Я сейчас смотрю со стороны. Это такая дурь, можно сказать. Ну, глупость. И на что я сменяла? Какую работу стала? На сегодняшний день я работаю заведующей аптекой. То есть деятельность-то примерно у меня осталась. Все равно я осталась на фарм-рынке. На сегодняшний день я работаю заведующей аптекой. И дружусь. Не секрет, сколько получала и сколько сейчас? Получала я, когда я была в Перми, я получала... Я работала, мы до этого жили в Перми, вот фарм-рынке... В среднем так, по месяцам, в среднем? В среднем мне зарплата была от 40 тысяч, от 40. Ниже не была, а теперь? Теперь у меня зарплата 30. Сколько? 30? 30. Хватает? У меня еще одна есть работа, и это связано с индустрией красоты, уход за телом. И поэтому... В том-то и дело, что началось зацикливание на материальных ценностях. То есть, так, я зарабатываю, я могу себе позволить это. Я не могу зарабатывать еще больше, потому что ты хочешь вот эту вещь, ты именно вот эту хочешь. Не дешевле, а дороже. Ты начинаешь работать, ты очень много работаешь. Ребенок видит маму только утром и вечером. И успеваем сказать друг другу, как дела, и все, и все, и все, и все. Мне надо покормить тебя и лечь спать, потому что завтра в 6 часов опять вставать и работать. Я сейчас понимаю... Я начинаю понимать, что вот это все материальные ценности, это такие глупости, нежели вот чем, вот на самом деле, вот провести время с ребенком. И уехать куда-то в деревню. И именно в Потеряевке я увидела, что можно без больших денег получать столько положительных эмоций, которые запоминаются, но очень долго. Это наше лазание на голубятни, этот крот, который мы засняли, как он мордочку свою вытащил из-под земли, собирание клубники, лежание на этой клубнике. Стыдно, смешно и стыдно, конечно же. То есть, таких прекрасных моментов было очень много у нас. Катание на лодке, вот в этой красоте. Сенокос, я ни разу не была. Собирание вот этого сена, где был только смерхи и виски. Это, ну, очень много. Я сейчас не смогу сразу сказать, сколько у меня. Но моментов положительных очень много у меня. И я понимаю, что если выбирать какой-то дорогостоящий курорт и потеряю вкуп, я получила больше эмоций от потеряющих, чем от курорта. А как вот насчет питания у нас? Сколько вы у нас пробыли? Я пробыла у вас практически месяц. Там без двух дней, наверное, у нас будет. Мы пробыли у вас месяц. Я скажу так, что мы были сытые. У нас было разнообразие. То есть у нас же все было. У нас и суп, и второе, и варенье. И то есть это настолько молоко, творог. Володя нам всегда приносил, да, там, сливки. То есть это настолько было все очень просто и вкусно. И тот обед, который мы имели, тут еще батюшка мясо подкидывал. Да, барамина, обалденная просто. Просто, да. Но это не дешевле или дороже вашего питания там? Здесь дешевле. Дешевле. Ну а если все это покупать в ресторанных ценах? Всю эту зелень живую, даже это взять. Какие у нас тут смеси разные дают. Свой хлеб, своя выпечка. Да. Просто я хочу сказать, что у нас тоже есть огород. То есть мы тоже, у нас есть зелень, помидоры, огурцы. Но мы настолько пренебрежительно к этому относимся. То есть, ну да, это должно быть у нас. То есть у нас может там помидорочка сгнить. Там зеленушку нарывать мы ее можем выбросить. Она потому что подвяла. Там варенье мы открыли. Ой, что-то нам не хочется. И оставить там до тех пор, пока она не выбросит. То есть, а здесь я поняла, что в принципе, зачем мы это все так делаем в той жизни. Что да, можно экономно жить, вкусно питаться и... То есть ничего не выбрасывается. Ничего. В чашку каждый залезал, показал. Да, это прямая осанка, как надо правильно есть. Я запомнила ваши слова, что вы правильно сказали. Из крошек целое состояние получается. Да. А, я полностью согласна, я это понимала. И вы вот мне еще раз это подтвердили. И вот как-то вот точку поставили. Так, вот в вашем рассказе о себе ни разу не произнесено было священное писание, или Слово Божие, или Святая Библия. Нигде никак. И второе, вы нигде не упомянули имя Иисуса Христа, никак. Это действительно ваша жизнь вне была, нигде у вас не отобразилась, не выгравировалась, как Бог говорит, на камне ел. Или не время, или в этом не нуждаетесь. Как так? Ну, я говорю от своего незнания, от своего окружения, да, я как бы не знаю, не могу процитировать. Поэтому я хочу приобрести этот трехтомный, прочитать, чтобы начать говорить. После беседы сейчас пойдем ко мне. И я постараюсь вам собрать, потому что в разных местах каждый дом лежит. А кем является для вас Иисус Христос? Кто Он такой? Наш Спаситель, Души нашей, Который может нас привести в вечность. А почему Он может? И кто Он вообще? Это Сын Отца нашего Главного, Который пострадал за наши грехи. В это верите? Ну да, я в это верю. Почему да? Я в это верю. Какое отношение вы имеете к Богу через молитву? Как? Ну, именно через молитву я могу поблагодарить Бога за то, что Он у меня есть. И, наверное, попросить... А то окружение, в котором вы убили фармацевты и прочее. Ведь фармацевты – это люди, которые помогают болящим. А болезнь является предвестником смерти. Это я от вас услышала. Ну, это понятно. Согласно, да. Это все сигналы, это смерть и трубы, что, конечно, станет всякой суеты. Это так. И как можно было не задумываться о смерти? Работаем все время с лекарствами, которые даются болящим. А болящие – это уже человек порченный. Я не задумывалась о смерти. Я и не боюсь эту смерть. И я не задумывалась про эту смерть. У меня она где-то вот вдалеке. И потом, и когда-нибудь. Но только не сейчас. А вы никогда не думали, что вот люди, которые имеют в виду доступ, женщин может варить кашу из него, как Мао-Зе-Дун, сто лет не может прожить. А баба Дуни, Эдокея Титовна Рыжкова, она потеряева была, потеряевых первых. Ей сейчас сто два года. Она, кажется, в Томске. Или она Колпашева там где-то живет. Сто два года. Что она пережила, это все у нас написано. Она приехала и рассказывает. Как их раскулащили, как они все ослаблены. Ничего нет у людей. Выброшенное. Хоронили несколько в одну могилу. Она, говорит, там бабу, кажется, Лагантину все вспоминает. И как они выжили. И, казалось бы, у человека все подорвано. Ничуть не бывало. И у нее свежий разум. Все абсолютно помнит, как маленькая девчонка. Почему те люди, у которых доступ к мораловым врагам, там еще достаивают, женщин, шеи. Ну, самое ценное, драгоценное. И они не доживают до этого возраста. Почему? Нет веры. А зачем она вера? Это организм без веры живет. Черепаха, она без всякой веры живет там сколько лет. Может, 200 лет прожить. Как крокодил. А ему вера не нужна. И человек, вот один живет, все имея. Брежнев там 76 лет. Ленин 53, Сталин 73. Даже до моего возраста никто из них не дожил. Не считая Кагановича, Молотова. Почему? Не знаю, я не могу предположить. Вам это не преподавали? Нет. Нет. У меня мнение основано на чтении каких-то книг, а главное на своем жизненном опыте. Я верю в том, что человек самодостаточен без всяких лекарств жить нормальной, здоровой жизнью. Люди, которые жили в царское время, здесь, в России, смертность-то была очень большая. Но, несмотря на это, ежегодная прибыль была 3-5 миллионов. 10 лет прошло, 50 или 30 миллионов прибавилось население. А сегодня в запятки идет. И фармацевты, и аптеки, и все открыто, и менеджеры, и, пожалуйста, гербалайфы все это. И все, конечно, ногами летит. И почему? Они взахлеб сейчас рассказывают, как ощущается кровь, очистка крови идет. Там аппараты разные стоят, и знают. Ну, все знают это. А жизни нет. Я нахожу ответ в том, что любое лекарство, какое там, не химическое только, химическое это запредельно далеко от того, что Бог сотворил, а оно дается для того, чтобы посодействовать тому, что организм сам тянет. Допустим, сломал человек руку, или где-то долго был в большой нужде, дистрофия у него. Тут необходимо добавка, опять же, все это из природы. Вот был такой Иванов, обливание водой, Порфирий Корнеевич, русский антихрист, так сказать это. Но он ей вещи говорил, надо правильно. Он говорил, главное, болезнь не впущать в тело. Не бороться с ней, а не впущать. Нормально жить, и она к тебе не прикасается. Вот у меня 80-е годы идет, я не отчувствую возраста. А он напоминает о себе. Мне нужно больше спать. Мотор не тянет. Сердце. Я ни одной таблетки еще не съел. Я понимаю, что сейчас все-таки подсесть на какую-то добавку или что-то. Это один раз. Та роль, которую выполняет какая-то моя деталь, пальцы или что-то, он сразу надеется на эту помощь. Подпитки нет, он все, упало, ничего нет. Он уже не движется. Это разовое, может быть, толкнуть где-то в заснувшем состоянии. Я простым языком говорю. А все время, да я вот употребляю без этого никак. Но в это вот диабет, а в это вот то-то, то-то. Никто не знал у нас. Никогда ни одного градуса в этой деревне не было. Что такое давление, никто не слышал. А ты себе дома все время давление. А зачем ты себя давишь? Вот я прихожу здесь, она болящая все время. У вас тоже составы болят? А вот у меня мазь привезли, там драгоценная, из-за рубежа. Только помазать и болеть не будет. Ну ладно, я поверил. Коленка у меня, и она хрустит. Я так воображаю, что там отложение наросло. Ну сколько же можно, сколько я ходил, бегал и в мороз, и в снегу, и босиком. Где-то должно. Но я нет, я отказался. Теперь я прихожу к ней. Болит. В то время она говорит, неделю у меня уже не болит. А нет, это никуда не делается. Это все на месте, это обезболивание. Допустим, у меня больная рука. Можно укол поставить. И теперь сверху шар большой держать с иголкой. Он будет пронзать руку, а я даже не чувствую. Это не означает, что нормально все. Просто выключили все эти нервы, обморозили их или как. И теперь это протокает, как у Факира. Он еще не понимает. Я гляжу на нее, у нее под глазами мешки висят. Ты понимаешь, что то, что ты мазала через кожу, кровоснабжение понесло и сюда, и в почки. Это почки тебе вот здесь показывают все. Да, наверное. Но я когда говорил, ты же не верила. А вы откуда знаете? Не знаю я этого. Я просто так вот. У меня зубы. Я почему-то сам думал, что зубы вырывать, это терять память. В Америке было. Это было, кажется, в Нью-Йорке. Я сказал, и меня сразу определили к врачу, к стоматологу привезли. Привели. Кресло опрокинули, все лакировано. Я посмотрел, корни надо удалить. Я говорю, а эти шпунты такие, шуруку там выращивают, а на ней дальше наращивают. Так, нет, у вас, говорит, ниже десны. У нас это не пойдет. То-другое. Я говорю, мне нельзя. Я в университетах веду занятия. Я в пяти университетах вел занятия. И я на память все говорю. И события. 1173 жития я их проворачиваю. Всех поэтов, писателей, выдержки. В кавычки буквально. Священное писание, всю Библию, святых отцов, каноны. А это не один, не два канона, а 713. Понимаешь, как я только сказали на вскидку. Я сразу отвечаю. А если будете дергать зубы, я не буду. Какое отношение зубов к памяти, я не знаю. Я просто так думаю. Это глупости. Он говорит по-русски. Видно, русский врач там. Проходит лет пять. Это в 92-м году было. И вдруг опубликовали. Шведские ученые, стоматологи. Вели наблюдения, записи последние 70 лет. И оказалось, каждый выдернутый зуб, зуб это процент памяти. И особенно верхняя челюсть. А теперь мне говорят, так как вы знали? Я повторяю, я ничего не знал. Это внутреннее мое. Я выразил в словах. Но вы же сказали то, что ученые добивались этого. И опять же это ничего не значит. Я просто кисточка в Божьих руках. Как Светлана Копылова поет. И притом это не один раз. Я в Альбе прочитал дорожкам, белым порошком к инфаркту о сахаре. В равной степени соль. Я прочитал. И мне этого было достаточно уже 60 лет. И я это держу. Это ни день, ни два. И дальше этого я никуда не иду. Остальное, чтобы никогда не было ни соли, ни сахара. Нормально посоленная пища, это означает, пересоленная она в 4 раза. В 4 раза. А если недосаливать, организм, как бы, говорит, невкусно. Но это не означает, что ему плохо. И чтобы привыкнуть к недосоленной пище, нужно 4 месяца. Я убедился, он на 4 месяца. Вам это не преподавали? Что ваши лекарства, аптеки, они не нужны в таком количестве, как сейчас старики на пенсии. Да знаете, правительство, такую маленькую пенсию, мне надо лекарства. Какое лекарство тебе 80 лет? Ресурс кончился. Ну машина вот продает, у нее определенный ресурс. Дом кирпичный ставят. То есть кирпича. Ресурс у нее определенный, допустим, 180 лет. Приверно сказать. Через 180 лет он требует определенной ремонта и прочее. И так и организм человек. Он изнашивается. Усчитывая, что тут и ядерные взрывы, был семипалатинский полигон. Где-то что-то застряло. Вот тебе раковые болезни. Операции, когда надо, что-то поврежденное. Тут понятно, надо к врачам прийти. Ну и дальше. Дальше. Я вот сколько раз был на операции. У меня тяжелая операция на позвоночнике. Там я на стройке, у меня раздавлено. Это там эти прокладки, диски между позвонками. Но несмотря на это, уже дня через два я с врачом, своим верующим советуюсь. Иду в спортзал, лежа начинаю делать. А один мне сказал, вот это, идешь такая, ходить в ней. Ну коляска катится как. Он говорит, что делаешь? Ты брось эту бричку. Тебе не надо эти корсеты. Ты мышечный корсет создавай. Я это знал. Он меня подтолкнул к этому. А другие, которые это не знали, они все время запутываются. Там надо затянуться. А у меня корсетов столько, я ни один не надел. Не потому, что так как я упрямый. Я знаю, организм от Бога получил такую силу. Все это переборщает. С перебором больше дано. И где-то надо подправить только. А сколько аптек, сколько фармацевтов. Вы на это дело учились. А главное, они преподали. Что в человеке заложено все. Для нормальной жизни минимум 70 лет. А при большей крепости 80 лет. И лучшая пора их труд и болезни. В 89-м салуму читаем. И это Писание говорит. То есть ваша специальность, она как бы играла, подыгрывала неразумному поведению человека, греховной жизни. Я в аптеке никогда не хожу. Я ничего никогда не покупал. Ни одного порошка, ни одной микстуры. А мне дают. Вот я глаз повредил. Инфекцию занес. В глаз. Уже сколько лет. Ну, тут лекарство в соседине. Плютку маленечко убрать. Я вижу нормально. Больше ничего тут нет. Вот она лежит, у меня сколько нет. Едем дорогой. Пыль. Все, я лягу. Сам себя одну каплю капну. И она в маленькой глазу говорит. Видно, да и довольна. Нужно научиться быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение, не деньги. Благочестивой жизнью. Помнить о людях, о бедных. И довольным быть всегда. Я доволен, какой у меня организм. Видишь как. А как вот встретиться. Допустим, жена, если фармацевт, капут тебе. А она тебя затравит. Все время будет подмешивать где-то всякую эту пакость. Я не против, но против химии. Да, и всегда ее надо применять. Вот ответы говорят. А как у вас такая тяжелая была операция. Там еще одна. Как? И как? Слитая вода. А вы знаете, что надо кипяченую воду? Это, я говорю, вредно. Кипяченая вода за столом один раз сгодится. Мы проехали, представьте себе, от Владивостока, Тихий океан. Там искупались ураган. И до Лиссабона, Португалии. До Атлантического океана. И везде 600 мест. Так мы еще дорога останавливались. Там из реки, из моря, где сейчас были. Пили воду сырую. И ни мы, ни собака не заболели. Мы каждый день добавляли маленькой святой воды. А святая вода кончается. В нее опять добавили, опять то же самое. Одна капля все освещает. И никакая зараза не пристала. Никак. Никак. Это вы так уверены. Я вот он живой. Живой. И все, которые ездили, никто не болеет. Дома где-то подчеркнул. Да вода, да тут соли такие. Какие соли из города потеряют и привозят бутыли эти. Вот это вредно. Человек работает на севере. Денег нахватал много. Теперь все. Ешь, пей, веселись. На многие годы у тебя добра хватит. И все. Я куда поехал? В Ялту. В Сочи. Туда поехал. Полтора года, год и нету. Свернулся. Почему? А он бросился на ананасы. На разные мороженые. А ел-то там что? Вот здесь нам свекла наша, морковка, помидоры, огурцы. Нашу. Малину берем с корнем. Вот это вот организм. А я сейчас кинься туда на этих японских лягушек. Еще с меня будет. Или французских. Это я уже подкапываюсь под вашу специальность. Вы людям-то говорите, что главное, это Бог. Даст он здоровье, не даст. И что ничего не нет. Ничего. Ложка меда. Мед. Натуральный, с пасеки вот где были. Ложка меда на сон грядущий. Я иногда неправильно его применяю. Надо подогревать. А мне там трудно. Я бываю с холодной водой и сразу в горло. Прямо сразу в горло садится. Мед требует разогрева. В нем заложено такое. Я тогда воду беру, во рту держу ее. Чтобы она согрелась. Чтобы плитку не включать, я во рту разогрев делаю. Ну, до кипения-то не довожу. Вот так. Значит, запомни. Мартин Лютер, это не православный человек, но он сказал очень сильные слова. В мире есть одна книга. Библия. И одна личность. Тире. Христос. Христос и Библия. Вот два слова. На них все перенеси. Познай Христа ближе. И чтобы образ Божий, его святая жизнь отобразилась в нас. И ты постоянно будешь прибегать к нему. И скажешь, сколько их людей отравило в жизни. Ведьма старая. Волшебная. Волшебная. Так, как говорят, волшебники белых халаток. Песня поется. Вас волшебниками называют. Называют волшебниками не космонавтов, не учителей. Учителя что? Это уже готовые, чтобы на скамье подсудимых, как священники. Это самые главные преступники в стране. Они имеют доступ к душам и не дали нужного. Благодарю, что так вот сказала, открыла и слава Богу. Так, дальше. У нас есть не только канал. У нас форум. Огромный форум. Все данные на меня выйдут. В мой мир зайди. Я вам скину наш сайт. В моем сайте, на нашем сайте, 21 тысяча только фотографий. И в осень я приеду по самым фотографиям, где вы себя увидите. Вам будет интересно. И скачайте. И кроме того, большой у нас вообще сайт. Сайт. Православный библейский сайт во свете Библии. Все называется во свете Библии, открытым оком. Запомни четыре слова. Книги, открытым оком. Если ты ищешь что-то, Лапкин, открытым оком. Или сайт, открытым оком во свете Библии. Надо тебе в мейл.ру или в контакт. И опять в зрении во свете Библии, открытым оком. Ты найдешь там все. Во. Все данные. Благодарю. Вот, Володя, видишь, молодец какой. Это Сережа стоит, как крещение. Сергей Павлович. Я поняла. Это батюшка, отец Аким. Я поняла. Видишь как? А там все, все данные. Это все составит. Помог Сергей Парализованный Козлов. Вот с кем надо тебе познакомиться. Это герой нашего времени. В самом подлинном, настоящем смысле. Вот как парализованный во славу Христа. Какое он имя себе придумал? Во славу Христа. Не просто я по дурости все сделал так. Бог перевернул во славу себе все. Он живет там в Воронеже. Вот так. Сайт. Там 50 книг только моим голосом насчитаны. Там все наши книги. Можешь скачать на сайте. Сайт не в форуме. На форуме 1600 тем. Тема настолько полная, что к ним добавить даже трудно что-то. Вот заинтересовало тебя что-то. Там Фидель Кастро или готовить что-то. Или хоть что. Но 1600 тем. И там и фотографии, и ролики стоят. Еще только нет. По теме. Поняла. Это я уже. Тут есть оно указано где. Вот Кристине. Вот это вот сайт. Кристине народу. Это сайт. Это мой телефон. Кристине один народу. Передавший мир впереди. Ко мне вопросы какие? Вопросов нет. Нет. Ну я пойду сейчас. Пойдешь ко мне в гости и я тебе передаю. Я вам только хочу сказать. Спаси Христос, что вы нас приняли. Что мои дети получили море удовольствия. Ну и я тоже. Ну сегодня что делал ты? Не подумал, что сверхнулся с ума. Специально лужу в грязи. Нет. Ребенку это нравится. Я тут же смастерил. И они все трое залезли в грязь. В сапожках. Побыли. И она так и стоит. Я сделал так, чтобы вода не утекала. На дно глина жирная. Она затянула. И она будет стоять здесь, эта лужа, еще неделю. Прямо рядом дома. Ребенок имеет право получить то, что он желает. Если это никому не вредит. А это никому не вредит. Воды хватает, глины полно. Это рядом. Если где-то маленько запачкался, но не без этого. Нет. Ну беда. Вот так. Но остальное ты слышала. Одна говорит. А мне Игнатий Тихонович не показался воршливым стариком. Он по делу это говорит. Вы еще, Никита, я уже не горжусь. То есть вовремя не научилась. А другой, он все ворчит. То он злой, он то другой. Меня это не касается. Я знаю о себе больше, чем ты. И я хочу, чтобы ты служил для Бога, очистившись, отверстия самого себя. Проверяй, встретится муж или кто-то, обзовет тебя как-то. Но ты выдра. Пасхудина скажет, кто. Вот это было кто. Как этот говорил. Вечный зов. Она, я такая стерва, я такая стерва была. На Кирсану обманывала, жила. А потом его дождалась, а он без ног. Видела? Да, да, да. И как сам момент, когда на вокзале его встречают, и он на коляске убегает, на этом на саночках-то лежится. И она, а Кирсан, это потрясающе. Это вообще невероятно. И хорошее слово сказала, потрясающее. Вон, гляди. Ревнует в окно, заглядывает. Лев. Вот так. Воспитать сына тебе уже трудно будет. Много у него того, чего не должно быть. Он ленивый. Ленивый. Много безразличное. Любит посидеть. Вот здесь, когда со мной, я его гоняю. Стараюсь, чтобы было. И он начинает работать. Оратором ему, может быть, не быть. Уже резавище. Что у него случилось? От испуга? От испуга. Ну, что есть, то есть. И они в этом. Главное, вон оно, видишь, в окошко бегает. Все, ушел. Убежал. Вон оно, видишь. Какие есть. Если уже ребенок есть, доведи его до неба. Если ты не доведешь, дети нас погубят. Запомни. Ребенок, это не просто обезьянка. Это наши учителя. Мы многому у них научаемся. Какие мы были. Вот они столько слышат, а им бывает это все равно. Вон в окно. Зовись прямо, смотри. Сейчас он сюда подойдет, я скажу, когда. Он в окно будет глядеть, ты там быстро подогни на него. Сейчас нет его, он убежал. Вон, на той стороне один, за ними не угонишь. Вот, видишь, а то с этой стороны, с этой стороны, сейчас он. Они в это окно выйдут, на поле. Видишь, как он будет, сейчас еще легче. Видишь, как лазерный луч свой сбросил. Сейчас в это окно полезут они, в это. Ну и ладно. Я поняла, Игорь Тихович. Вы нам были не в тягость. Если какие-то были моменты огорчительные, пойми, что другого способа нет. Я знаю жесткие способы, но дающие абсолютно точный результат. Ты будешь другая, ты будешь слышать. Пробудить стыд в человеке. И чтобы ты нигде не огрызалась. Сказали, значит, сделано. Ты понимаешь, что это все серьезная, не игровая площадка. Да. Все, слава Богу. Пойдем ко мне. Пойдемте. Так, сейчас мы пошли ко мне. Так, сейчас мы пошли ко мне. Вот. Продолжение следует...